Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля — принести свободу во все сферы нашей жизни. Разобраться в причинах, почему вообще произошло такое ужасное событие, как Холокост. Потому что противник, написано, наш дьявол, он противник наш, и он противник Божьего народа. Бог, он определил, что человек принимает веру добровольно. И когда в людях появляется вот это превосходство одной нации на другой, то есть одна нация лучше другой, одна нация главнее, важнее, а другая нация, она получается просто, как сказать, они должны либо быть их рабами, их обслуживать, но до евреев это дошло до такой стадии, что они пришли к выводу, что их вообще надо уничтожать. Понимаете? То есть вот сама идеология человека ненавистничества, она же тоже сеялась, сеялась, сеялась. И потом люди стали соглашаться с этим. Почему? Потому что когда ни Слово Божие, ни истина, когда ложь сеется, люди начинают верить в эту ложь. И когда происходило, потом впоследствии мы будем говорить, да, много гонений, уничтожений, многие люди не реагировали на это, потому что их уже приучили к тому, например, что евреи – это просто самое страшное, самое ненужное, от чего нужно избавляться. То есть вот, ну, если пришли травить, например, крыс, там, тараканов, что вы скажете? Что вы скажете? Мы скажем, так и надо, правильно? Надо очищать, потому что это то, что несет заразу, это то, что несет болезни, это то, что несет все плохое. Поэтому человеку, знаете, можно настолько, так сказать, ему запудрить голову, что он согласится с тем, что людей можно уничтожать и считать это благом. Считайте, что это хорошо, потому что, ну, вот как уничтожение всех паразитов – это благо, и это то же самое. Вот, поэтому очень важно помнить, да, что все Писание, оно Бога духовенна. И Бог, Он всегда верен, потому что когда происходит такая метаморфоза, да, это получается, что Бог не верен своему слову, Бог не верен своему завету, да, Бог не верен тому, что Он говорил, Он говорит, я не отвергну, а потом как же Он их отверг? И эта тема, она все время муссировалась, и папами, и мам не было, но она все время муссировалась, муссировалась, вот они предали Христа, вот они Христа-убийцы, вот они такие сякие, это все подливалось, подливалось, и еще на фоне того, что, например, евреи всегда, ну, как бы, многие из них, они преуспевали. И это была и зависть тут была, и злость была, и вот как это так, вот почему это вот, вот они у них там все, у нас тут ничего там, и так далее. И дьявол, он знает, как играть на слабостях человека, да, на гордости, да, на зависти, там, на обидах, вот, поэтому легко попасть в ловушку, когда наше сердце неправильное, да, когда мы неправильно относимся к тому, что Бог говорит. Вот, и поэтому все эти соборы, я не буду все эти соборы читать, вы можете и сами их почитать, и проследить, вот, но вот это интересно, что происходило вот это усиление антисемитизма, больше, больше, больше и больше. И вот я читал тут, например, в девятом веке во Франции, да, когда принимались вот эти церковными властями, все вот эти антиеврейские решения, что они требовали это от императора, но император не соглашался, потому что император понимал, что для него это будет экономически невыгодно. Но они настаивали, и они включали это в свои заборы, заборы, говорю, заборы, эти антиеврейские постановления, они вводили их в свод канонических законов, дословно цитирую, в надежде, что они будут проведены в жизнь, когда светские власти будут готовы подчиниться этому церковному руководству. Вот, понимаете, как вот враг может принести ложь, да, и эта ложь, она становится для них как истинной, то есть это происходит подмена понятий, да, зло становится добро, а добро становится злом. Вы знаете, в любой истории это постоянно прослеживается, оно, думаете, сегодня исчезло, оно и сегодня никуда не исчезло, и сегодня, если мы не разбираемся в каких-то вещах, мы и сегодня будем верить разные лжи и поддерживать эту ложь. Вот, поэтому нам так важно понимать, как и написано, что духовный судит обо всем. Вот это очень важно, что духовный человек, да, он обо всем судит, он может и об экономике судить, и о политике судить, и о том, почему. Потому что мы судим не с точки зрения человека, да, а с точки зрения Бога. И поэтому это есть истина. Слава Богу за это, что Бог, Он дает нам понимание. И очень усугубило это положение евреев, когда начались крестовые походы. Знаете, это известное, да, и крестовые походы тоже. Вроде бы все так было замечательно, что христиане, они хотят освободить Иерусалим, да. Вот на тот момент Иерусалимом правили в очередной раз там новые завоеватели, правили арабы. Но когда правили арабы, еще было более-менее, то есть могли паломники приходить в Иерусалим, могли христиане там жить, и не было каких-то серьезных преследований. Но наступил такой момент, когда туда пришли турки-сельджуки. Турки-сельджуки, они были очень злыми, очень свирепыми, и они вообще закрыли Иерусалим для доступа к христианам. Они издевались там над христианами, как могли там, и над руководителями церквей там. И, конечно же, как бы вот вроде бы поднялся такой справедливый гнев, что надо идти и освободить Иерусалим. Надо идти на святую войну, и, конечно, они собрались, они пошли. Но, понимаете, когда они освобождали Иерусалим, они не только освобождали вот этих турков, они убивали всех подряд, всех, кроме христиан, и они уничтожили очень много евреев тоже. Вот, поэтому мы, как сказать, как христиане, которые верят во все Слово Божье, и мы верим, что все Писание Бога духовновенно, мы не должны, применяя, так сказать, правильные какие-то, может быть, как нам кажется, мотивы, применяя их неправильно к другим людям. Потому что мы знаем, что говорил Иисус. Иисус сказал даже любить своих врагов. Почему Он так сказал? Потому что Он знал, что если мы будем неправильно относиться, даже к людям, которые, ну, не такие, не так они верят, и вот мы можем быть доведены до чего? До их просто уничтожения, этих людей. И когда мы теряем, да, то, что Иисус сказал вот это в Коринфянам, да, 13 глава, глава любви, потому что если мы любви не имеем, то никакой пользы нету, да. Можно, как Бог говорит, и то делать, и это делать, но когда неправильное основание, оно приводит к неправильным результатам. И благие намерения были, да, благие, хорошее намерение пойти, освободить там все. Но когда не было правильного понимания, уничтожалось все. И поэтому все вот эти походы, да, крестоносцев, они еще больше усугубили антиеврейские настроения, еще больше усугубили ненависть к этому народу. И вот уже, уже стали появляться, так сказать, во многих городах и европейской, и западной Европы, и восточной Европы, там, южной Европы, стали появляться еврейские кварталы, да. То есть евреи должны были жить обособленно, я говорил, да. То есть это уже было принято на соборах, что они должны жить с христианами. И постепенно, постепенно это стало превращаться в гетто. Все знают слово гетто, да. Слово гетто, оно возникло, кстати, из итальянского языка, потому что первое гетто, оно было в Венеции. Венеции там в 13 веке, когда тоже решили, что вот их надо в одном месте поселить, и там от итальянского слова происходит, и это было окружено таким высоким забором, и евреи могли выходить оттуда только когда там на работу или еще. А так в какие-то дни там все, они должны все вечером были возвращаться, все закрывалось, и никто уже не мог выходить. Плюс у них стали появляться отличительные знаки. Сначала хотели, чтобы у них вообще была другая одежда, чтобы их было сразу видно там за версту. Ну, потом сошлись на том, что у них были вот эти звезды, желтые звезды, да, звезда Давида. Вот поэтому это все не произошло сразу, да, это вот именно шло постепенно, постепенно. И это действительно пустило такие глубокие корни, что для многих, для многих христиан это стало уже, как сказать, ну, нормой. Они уже по-другому не думали. Их так научили, их так приучили, что они именно таким образом и думали, и поступали, и они не считали, что это что-то неправильное, и что это что-то плохое. Вот, вот что самое страшное, да, произошла подмена, подмена, вот эта теория замещения, она действительно, она заменила, она заменила, она подменила, и вот, и вот уже, вот уже, вот уже мы приближаемся уже как бы более к нашему, к нашему времени. Вот, потому что вот эта тема, что они убийцы Иисуса, что вот они такие, они вот сякие, все это, все вот эти столетия, столетия, это все развивалось, развивалось. Вот, и мы приходим к Германию. Мы приходим к Германии, да, 30-е годы, когда власти приходит Гитлер. Ну, эту историю мы больше знаем, правда, чем вот ту историю. Мы знаем больше. Но интересно, что немцы, по своему большинству, они были все верующие. Ну, как бы все верующие, и даже герой германской армии, солдаты, все они вроде бы, вроде бы все были верующие. Знаете, вот мы все типа верующие. Тогда не было такого, знаете, повального атеизма, были все верующие, но, опять же, какие верующие, да, потому что даже во время Второй мировой войны, когда фашистские войска шли, у них, у каждого солдата практически был Новый Завет. На пряжке у них написано Бог с нами, с нами Бог, короче. Вот, ну, когда что они творили, да, и что они делали, какой-то был Бог с ними, мы понимаем, это был не наш Бог, точно. Это был не Бог Нового Завета, да, это было вообще непонятно. Это был дьявол, потому что дьявол человека-убийца. Но о чем я хочу сказать, о том, что можно так человеку промыть мозги, что он на самом деле будет верить, что он делает правильное, что он делает правильное. И вот, когда Гитлер пришел к власти, я немножко еще вернусь к тому, что Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, да, то есть до Второй мировой войны, которую мы хорошо знаем, была Первая мировая война. И вот Германия, она не просто потерпела поражение, а ей, в общем-то, были поставлены очень жесткие условия, репарации там, все. Они должны были выплачивать деньги тем странам, да, против которых они воевали, они должны там были восстанавливать там хозяйство. И, короче, для Германии это был такой удар, такой удар, да, во всех, так сказать, отношениях. Потому что сама Германия даже потеряла в этой войне 4,5 миллиона человек. Вот, и они потеряли не только людей, они потеряли свои колонии. У них были там колонии в Африке, там, в других странах. То есть им, в общем, очень серьезные санкции ввели, говоря современным языком. Вот я даже прочитаю, что им запретили. В общем, они потеряли колонии, где-то общей площадью 3 миллиона квадратных километров. 13 миллион человек жили в этих колониях. Это восточная, юго-западная Африка. Вот. И им было запрещено иметь, Германии, военно-морской флот, ограничение сухопутной армии до 100 тысяч человек. Вот. Сокращение производства военного и исключение военной авиации, запрещение иметь подводный флот, запрещение выпуска броневиков, танков и так далее, и так далее. Ну и плюс вот эти вот репарации, которые они должны были выплатить, огромные деньги. На то время это было 132 миллиарда золотых марок. Я даже не знаю, сколько это в наши деньги привезти, но это очень-очень огромные деньги. Вот. И как всегда, как всегда, ищут, почему же это произошло. Да, тоже. Причинно-следственная связь. И отгадайте, кто оказался виноват. Оказались не внешние враги виноваты, там, не слабость армии, ни то, ни то, там, ни эти военачальники. Ну, оказалось, конечно, виноваты евреи. Почему? Потому что уже, как бы, они были подготовлены к этому. Знаете, вот дьявол, как будто у него своя стратегия, да, он тоже готовит, он тоже сеет, он тоже вот что-то делает. И, когда пришел Гитлер, он просто, как его звали, сумасшедший фюрер, да, вот, он себя тоже считал верующим, он очень любил Мартина Лютера, да, великого реформатора. Вот. И у него, конечно, вот его идея, его идея, а она была вообще полное уничтожение евреев. То есть, не просто их как-то вот куда-то их вот выслать, куда-то их, но он тоже пробовал их, кстати, переселять куда-то. Ну, сейчас поподробнее поговорим. Вот. Поэтому, когда он, он пришел к власти, он уже начинал поднимать эту антиеврейскую волну, чтобы у евреев не покупали, к евреям там не обращались, вот, ни к врачам, никуда, в общем, вот, он нагнетал, нагнетал это все. Но ему нужно было еще что-то делать, кроме вот этого нагнетения. И, и поэтому, поэтому он, задумывает, задумывает, что евреев, сначала он хотел вообще евреев просто выгнать из страны, просто чтобы их не было, вот они, помеха, вот из-за них проиграли войну Первой мировой. Почему? Ну, там, потому что евреи, также они выступали там где-то против войны, у них были революционные настроения, было много таких людей, которые выступали против войны, а значит, они проводили свои митинги, и это все мешало вот военной машине, как будто они виноваты, что они выступали против всего этого. Вот, и сначала они хотели их всех выслать, и Гитлер даже сказал, вот можете забирать этих евреев, ну, к сожалению, кроме Дании их никто не принимал. И это еще больше развязало руки, потому что, вот они никому не нужны даже, вот кому не нужны? Никому не нужны, никто их не хочет брать к себе. И поэтому стали создаваться вот эти вот гетто уже внутри самой страны. И, конечно, многие верующие, там, историки, там, христианские, да, они сравнивают Гитлера, конечно, со злобным Оманом. Все помните, в книге «Исфирь» был Оман, который тоже хотел уничтожить весь еврейский народ. И даже царь подписал тогда указ, помните, вот он их обвинил, все создал, так сказать, причину, прецедент, все, казалось бы, уже их не будет, но, слава Богу, да, тут вмешался Бог, вот тут «Исфирь», это был тоже Божий план, как спасти, да, как освободить еврейский народ вот от этой смерти. И мы знаем, что они молились, они каялись, они постились, да, и все, Бог все перевернул, и этого Омана повесили. Вот, поэтому, да, Гитлер, он очень, конечно, похож на этого Омана, потому что дьявол, он тоже ищет людей, как вот Бог говорит, я искал человека, да, чтобы что-то сделать. И дьявол тоже ищет людей, которые будут ему верить, которые будут ему посвящены, да, которые будут полностью исполнять все, все его, так сказать, желания тоже быть его угодниками. И поэтому, когда он пришел к власти, да, в 1933 году, он пришел к власти, его партия эта нацистская пришла к власти, он уже стал говорить, что евреи не имеют права жить среди нас. Все. Вообще их не должно быть. Хотя интересно, что к этому времени, вот, в Германии, вот, в Европе, евреи уже не были, так сказать, теми евреями средних веков. Они уже стали полноправными гражданами Германии. То есть они занимали там всякие должности, они были там, и фабрики у них были, и то у них было, да, то есть это было, да. Но вот эту волну он стал поднимать больше и больше и больше. И вы знаете, известное выражение немецкого пастора Мартина Немюллера, да, который говорит, сначала пришли за коммунистами, потом я молчал, за членами профсоюза, я молчал, пришли за евреями, я молчал, а потом пришли за мной, никого не осталось, чтобы говорить за меня. Вот, это то, что на самом деле очень часто повторяется в истории, да, когда происходит, ну, невероятная вот несправедливость, невероятное зло, и люди молчат, они не выступают против, да, как в Исаии написано, что правда не может войти, да, истина приткнулась. Почему? Потому что вот люди безразличны, да, люди как бы, они вот хотят свое статус-кво сохранить, чтобы у них все было хорошо, моя хата с краю, но зло, маховик зла, он не останавливается, и это ведь не только коснулось евреев, это коснулось самих немцев, это коснулось самой Европы, это коснулось других стран, потому что вот это зло, оно стало набирать обороты, оно стало все больше, 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 да, и вот после Первой мировой войны, и Вторая мировая война началась, в которой уже погибли миллионы других людей, и наших сограждан, да, и в Европе, и в других странах, очень много людей погибло. Почему? Потому что вот с молчаливого согласия, да, у зла развязаны руки. С молчаливого согласия многих людей зло начинает, что? Активно действовать. Потому что когда нету противодействия, тогда есть действие. Почему нам в Писании сказано, да, противостаньте дьяволу, да, противостаньте, то есть Бог, Он не говорит, чтобы мы просто мирились со злом, вот зло идет, и мы говорим, ну вот мы просто помолимся, и Господь все сам сделает. Нет, Господь, Он именно и поставил церковь, правда, Он сказал, церковь, я вам даю власть, у вас ключи, слава Богу, говорит, вас не одолеют врата ада, все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Но когда у верующих были промыты мозги не один век уже, да, то есть вот это понимание, что ну и что, ну и что, ну и вот да, вот евреи они такие, вот они такие, но понимаете, у дьявола Он человека-убийца, и для Него просто нужно с кого-то начать. Он не остановится, Он пойдет дальше, Он будет действовать дальше, и кто-то может быть думал, что это только вот евреев коснется, а меня не коснется. Нет, это коснулось всех, это коснулось всего тогдашнего мира, понимаете, но что, что происходит, сейчас мы еще поговорим, поговорим об истории, что происходило в Европе того времени, вот, поэтому у Гитлера, конечно же, как у злодея, всякие злодейские планы, и вы знаете, люди, которые совершают зло, они очень хитрые, они коварные, и для того, чтобы вот создать еще большую волну гонений на евреев, он организовывает, Гитлер организовывает, убийство немецкого дипломата, понимаете, то есть он говорит, вот это евреи, а это все было организовано им, и действительно этого дипломата там убивают, и поднимается, ну, невероятный шум, невероятный шум, почему? Потому что, как бы, это же сделал еврей, а значит, евреи, они хотят всех нас убить, они хотят всех нас уничтожить, и вот смотрите, что вот он говорил там, германский народ сделал необходимые выводы из вашего преступления, он не будет терпеть невыносимую ситуацию, когда сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются о своих синагонах, в то время, как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов, понимаете, вот это вот коварное лицемерие, то есть все организовать, все это сделать, быть, так сказать, этим кукловодом, зная всю истину, потому что это было сделано им, и говорить для чего? Для того, чтобы обвинить, понимаете, для того, чтобы обвинить, и для того, чтобы люди, да, как бы у них вот поднялась вот гнев, да, 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 вот они нас контролируют везде, да, вот у них все в их руках там и так далее, еще, еще такие заявления, вот Геббельс, да, Геббельс был у них ответственный за пропаганду, и вот, когда это произошло, он тоже свою, свою лепту внес, он говорит, на социалистическая партия не унизится до организации выступлений против евреев, но если на врагов рейха оброшится волна народного неготования, то ни полиция, ни армия не будут вмешиваться, то есть разжечь костер, создать волну и сказать, а мы-то что? Это вот люди, люди вот они, да, вот они против них, потому что они вот такие злодеи, они творят такое зло, и это все зло было что? Оно было организовано, оно было организовано, и на этом они не остановились, они организовывают еще одно событие после этого, то есть вот на этой волне, которое вошло в историю под названием Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин. Не так давно тоже в некоторых городах тоже громили витрины, разбивали все, да, обвиняли. На самом деле, что печально, что мировое сообщество, оно не отреагировало должным образом, то есть даже дипломатические отношения практически не разорвала никакая страна. И когда евреи тоже пытались уезжать, то их не принимали во многие страны, и даже более того, они ужесточили въездные требования, особенно это касалось евреев, то есть много евреев могло бы уехать, но они не смогли уехать, потому что их просто не принимали другие страны. И вот когда Гитлер уже объявляет войну, уже начинается война, и он приходит в Польшу, и вот в Польше жило больше всего евреев. Кстати, в Германии самой жило всего 600 тысяч евреев, а в Польше жило 3 миллиона евреев. Представляете? Вот. Ну и когда начались гонения, да, многие евреи тоже, они побежали, они побежали в Польшу, и когда войска германские пришли в Польшу, то они увидели огромное количество евреев, и местных, и те, которые еще приехали. И поэтому приходит самое страшное для этого народа, когда стали строиться эти огромные концлагеря, и вот само слово «холокост» – это слово «сожжение», где начинают сжигать, просто сжигать миллионы и миллионы евреев. В разных городах были построены эти огромные концлагеря, и люди просто превращались в прах, потому что для Германии это был выход, как избавиться, как избавиться от этого народа. И вот как бы эти зверства мы уже, конечно, слышали и смотрели фильмы, скорее всего, да, то есть это нам более понятно, как бы моя цель была сегодня больше, может быть, рассказать о причинах, да, почему это возникло, как это возникло, и почему мы, как сказать, мы, как церковь, должны понимать, что, как написано, нам не безызвестны козни дьявола, да, то есть враг, дьявол через обман, да, через гордость, потому что что такое нацизм, да, это превосходство одного народа над другим, то есть есть как бы избранный народ, самый лучший народ, самая высшая раса, а остальные – это недочеловеки, вот, от одних нужно просто избавиться, чтобы их вообще не было, а другие будут просто их рабами жить у них в выслужении, и вот эта страшная история, да, которая вот произошла с этим народом, я думаю, конечно, оно напоминание вообще всем людям, всем людям, потому что это гордость, да, а гордость, она ослепляет, она ослепляет, она делает человека действительно безумным, и он становится просто орудием в руках врага, и даже говоря, например, о Германии, да, ну, это была, наверное, одна из самых развитых стран Европы, мы знаем, какое количество там художников, композиторов, там, писателей, ученых, да, это, ну, действительно, это выдающаяся нация, но, знаете, иногда вот люди такие способные, да, у них приходит такая гордость, и вот эта гордость, да, что они вот, да, они такие, они такие, и дьявол это всегда использует, и мы должны тоже понимать, да, то есть эта гордость, она может не только быть на личном уровне человека, но гордость, она всегда приводит к падению, так сказано в Слове Божьем, но эта гордость, она может подняться до уровня государств, до уровня стран, да, когда один народ считает себя лучше других народов, выше других народов, И он, оказывается, может решать судьбы людей. Он может распоряжаться с людьми как с ненужным, так сказать, с ненужным материалом. Это не нужно, значит, это нужно вообще уничтожить. Поэтому в заключении я хочу еще раз прочитать эти места Писаний, которые говорят нам о Божьей верности. Еще раз прочитаю Исаия 41, где Господь говорит, «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев его, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Поэтому, когда Слово Божье является для нас светильником, мы не попадем во тьму. Нам очень важно всегда пребывать в Слове. Всегда пребывать в Слове и не уклоняться. Не уклоняться, потому что, как написано, что некоторые потерпели кораблекрушение веры. На самом деле, это было великое кораблекрушение, когда Божьи истины, Божьи ценности, Божье человеколюбие, Божья доброта, она была перевернута. И дьявол всегда использует наше, так сказать, непонимание. Он использует, когда мы не утверждены в истине, потому что истина, и только истина делает нас свободными. Слава Богу! Вот, поэтому я хочу, чтобы мы сейчас помолились, благословим Израиль. И поэтому сегодня мы здесь, Господь, пред твоим лицом. Мы просто видим, сколько было зла сделано, сколько было сотворено беззаконий. Но ты сказал, что твоя церковь, она должна быть светом этому миру. Поэтому мы благодарим, Господь, что твоя истина, она просто разгоняет всякую тьму лжи. Что твоя истина, она освещает сердца церкви, сердца твоего народа, Господь. И мы не позволим просто врагу обмануть нас, да, не позволим врагу снова делать его дела. Но мы будем стоять вместе, мы будем молиться, и мы будем благословлять твой народ. И Писание говорит нам, что не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Избавь, Боже, Израиль, от всех скорби его, да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавляет Израиль от всех беззаконий его. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. Боже, Ты, Царь мой, Ты, Тот, даруй спасение Иакову. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящая Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Аллилуйя! Мы провозглашаем Твое Слово, Господь. Оно не возвращается тщетно. Оно исполняет то, для чего мы посылаем Его, Господь. Аллилуйя! На стенах Твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит, и доколе не сделает Иерусалим славою на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за это Слово. Оно неизменно. Ты сказал, что все изменится, мир изменится, а Слово Твое не изменится. Поэтому мы провозглашаем, Господь, Слово. Слово, Господь. Слово. Пусть оно несет свет. Пусть оно несет свободу. Пусть оно несет истину. Пусть оно несет веру, Господь, в сердца твоего народа, в сердца Израиля и в сердца церкви во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok